Привет, друзья! Новости про Windows 11 и Windows 10 или просто от компании Microsoft. Поехали! Давно не делал эти выпуски. Немного печально, обидно, досадно, но как я люблю говорить, но ладно. Соответственно, что хотелось бы сказать прежде всего, чтобы заметить. Какие новости? Ну, прежде всего, нам, конечно же, бросается в глаза то, что компания Microsoft все-таки разблокировала окончательно скачивания Windows 10 и Windows 11 с официального сайта Microsoft и это приложение для создания загрузочной флешки и просто там для скачивания, значит, ISO-образа приложения, ну и все, короче, разблокировала. Не надо никаких VPN-ов, ничего, все работает, мы все рады и все отлично. Соответственно, это один плюсик, вот такой вот неплохой хороший плюс, но, друзья, следующее. Это уже новость, но для меня новость, я недавно заметил, может быть, это и раньше было, я просто не замечал, но я вот недавно заметил то, что компания Microsoft ввела некие нововведения. Друзья, при установке Windows 11, когда вы заходите в учетную, прошу прощения, в учетную запись Microsoft, теперь компания, значит, Microsoft, значит, вот видите, сейчас я вам так покажу, вот, опа, что это такое, что? А это выберите компьютер, который нужно восстановить и нету кнопочки пропустить, никак не надо. А почему он хочет восстановить у меня? У меня, во-первых, спрашивают логин и параллель от учетной записи, и, конечно, все скажут, что зачем ты подключился к интернету, без интернета тебе просто бы попросили создать локальную учетную запись, но я вот подключился к интернету и сам себя корю за это, вот так вот, сам себя ругаю, потому что надо было отключиться и просто создать. Ну, нет, я подключился к учетной записи, он нашел, что у меня несколько компьютеров уже к учетной записи перекреплены, допустим, ноутбук моего благородного брата, я его что-то там настраивал и зашел, ну, там, я у него спросил, у тебя есть учетная запись Microsoft? Он говорит, нет, я зашел через свою. Компания Microsoft все записала, сохранила, и когда теперь я зашел, да, он тебе предлагает, и я вот по незнанию просто указал, что вот этот ноутбук, а у ноутбука-то свой ключ, не такой, который я вел. И вот произошел, и он там лицензионный, естественно, ноутбуке полностью, ну, как при покупке уже с установленной виндой он шел, и вот произошел конфликт интересов, конфликт, я не знаю чего, на пустом месте. То есть я, не думаясь, выбрал, значит, компьютер брата или ноутбук брата, и, соответственно, что привело потом к дальнейшему. Слетела активация, я был в панике, правда, в дальнейшем все-таки при деактивации все-таки, значит, мне все-таки спросили, какой компьютер вы хотите, на каком компьютере. Кстати, это не сразу было, с какого-то раза, и я указал потом, ну, на видео, это на моем канале есть, называется, у меня слетела активация. Так что, друзья, это второе нововведение от компании Microsoft, на мой взгляд, оно ужасно, и я думаю, что все будут, как обычно, рекомендовать и отключать интернет, и говорить, о чем вообще говорить, просто отключи интернет. Следующее, друзья, не нововведение, это уже просто тоже из своего личного опыта, я сидел на бета-версии винды где-то год или больше, короче, друзья, не устанавливать бета-версию, потому что вы просто не можете с бета-версии вернуться обратно на обычную, нормальную, вот эту вот классическую версию. И в чем заквозка, и в чем суть? Дело в том, что, к сожалению, к великому сожалению, значит, обычная винда потупливает со временем, да, ну, год, я рекомендую где-то через год, через полгода, через год переустанавливать винду. Ну, к сожалению, даже на мощных компьютерах винда начинает тупить, медленно работает и так далее, и тому подобное. Так вот, значит, а вот бета-версия тупит намного больше, тупит так, о чем вообще страшно говорить. Так что, друзья, вот так вот переустанавливайте, значит, винду чаще и не устанавливайте бета-версию, к сожалению. Ну, если, даже вот гикому я не рекомендую, что-то нового там ничего не заметить, ничего не видно будет, ну, как, знаете, как новой версии с iOS-ом. Выходит, выходит постоянно новая версия, новая версия, ты задаешься вопросом, черт возьми, а что черт возьми, возьми, да ничего не изменилось. Соответственно, то же самое и с Xiaomi, MIUI и с другими оболочками. Простите, прошло время Стива Джобса, при котором с очередным обновлением просто взрывалось все, изменялось все, по сути, еще раз повторяю, Windows 11, это уже капитан очевидность, Windows 11, это тоже Windows 7, 8 и так далее, потому что внутри, если вы зайдете в диспетчер устройств и сравните его с Windows 7, это просто один в один и шрифты, и все остальное, то есть, если покопаться поглубже, простите, из-за подсветки просто не видно, ну, или диспетчер устройств, диспетчер задач, управление компьютером, управление дисками, там и так далее, просто шрифты одинаковые, просто, или даже на Windows XP, все то же самое, просто один в один, это вообще что такое, то есть, меняется внешняя оболочка, что-то допиливается, что-то изменяется внутри, работают над безопасностью, но, по сути, это одно и то же, и компания Microsoft тоже сказала, что, а по сути, мы будем выпускать теперь только обновления для Windows 11, они нам, помните, обещали, что теперь будет только Windows 10, вот теперь они говорят, что будет теперь только Windows 11, но верить ли этому, я не знаю, почему бы, все любят iOS, никто не хочет идти на iOS 12, вот у вас сейчас какая iOS, там уже 16, 17, 18, никто не хочет вернуться на 12 iOS, как вот этот мем, мы не можем вернуться в 2008 год, друзья, так что вот так вот, не знаю еще, что сказать, что добавить, вот такие вот новости, ну, а в целом, в общем-то, они позитивные, можем скачивать, теперь все нормально, проблем нет, сидим, приходит обновление, активация, все в порядке, но очередные, конечно, нововведения, почему компания Microsoft спрашивает у меня теперь, хочу ли я восстанавливать, я выбрал, выбираю, потом жду, пока он восстановит какие-то файлы, из тех, которые он сам сохранил, себя в облако, у меня это все, и без возможности это скипнуть, и как-то пропустить, вот я сейчас пересматриваю, это что, черт возьмем, выберите баранкомфитер, ну, короче, это что такое, потом он говорит, используй телефон со своего компьютера, да я этим никогда не пользуюсь вообще, вы чего, тратит теперь больше нашего времени при установке, жирает просто отключить интернет, друзья, надеюсь, вам было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, теперь в Дзене и в Ютубе, ну, знаете, я не знаю про Дзен вообще, может Дзен очень странно себя ведет, ну, ладно, всем пока, до свидания.